Новость для пассажиров маршруток. Скоро дозвониться до диспетчерской гортранса, чтобы узнать информацию про нужный автобус, проблемой не будет. В этом нашего корреспондента Гульнас Галямова убедил сегодня мэр Эдха Макбулатов. После того, как она попросила мэра дозвониться в службу самому. И вот что получилось. Гудки идут. Эдха Макбулатов звонит в диспетчерскую гортранса. Конечно, не как пассажир, а по нашей просьбе. Нам красноярцы постоянно жалуются. Узнать в службе, где едет нужный автобус, нереально. Первая попытка мэра успехом не увенчалась. Повезло во второй раз. Здравствуйте. Моя фамилия Акбулатов. Я просто позвонил для того, чтобы уточнить, можно ли до вас дозвониться. Вот скажите, пожалуйста, я перед этим набирал и очень долго ждал ответа. Это с чем было связано? И вот что на это говорят в диспетчерской. Вы сами видите, телефон один. Город миллионный. Вы сами видите, что звонков идут просто не переставая. То есть не многоканальный телефон у нас? Нет. У нас просто вот одноканальный. Да, лед СДС. Поэтому... Диспетчер за свою смену отвечает минимум на 700 звонков. Цифра фантастическая. Глава поручает сделать телефон многоканальным, если требуется подключить больше сотрудников. Альтернатива диспетчерской сайт и мобильное приложение, где можно в режиме онлайн следить за продвижением нужного маршрута, безусловно, шаг вперед. Но пока только для молодежи, считает мэр. Взрослым красноярцам привычнее получать информацию по телефону. Горожане, которых мы опросили на остановках, солидарны. Ну, так весь город звонит. Ты туда попробуй дозвонись. Это надо больше часа сидеть на телефоне. Что вас не устраивает в работе диспетчерской службы Гортрамса? В принципе, не знаю. Нормально все устраивает. Только обращалась, помогали. Дозванивали сразу? Нет. Проблематично. Есть телефон, по которому можно позвонить и узнать, когда придет ваш автобус. Вы хоть раз им пользовались? Нет, не звонили. Я по интернету смотрела только, а так нет. Как вам сайт? Хорошо. Показал точно. Смущает главу и тот факт, что муниципальные и коммерческие автобусы курируют разные диспетчеры. К тому же, у участников есть еще собственные специалисты. Я не вижу в этом смысла. Считаю, что любой автобус, который выходит на линию в городе Красноярске, он должен диспетчеризироваться, если можно так сказать, по единым требованиям. По словам мэра, такое дублирование должностей сказывается на тарифе. Он поручил транспортникам за три недели составить четкий план действий, от которых уровень информирования пассажиров наконец повысится. Пора бы. Ведь ГЛОНАСС и Центральная диспетчерская в Красноярске работают уже пять лет. А все какие-то полусырые. Гульнас Галямова, Дмитрий Коческов, СТС Прима, Новости.